Климат в Канаде на любителя. Температура летом поднимается за плюс 30, зимой может упасть до минус 30. Поражают резкие перепады. Ложитесь спать, когда за окном минус 10, а утром уже можно выходить на улицу в легкой ветровке, потому что на градуснике уже плюс 15. Кому ни почем такие погодные катаклизмы, так это дорогам. Они здесь национальная гордость. 85% всех грузоперевозок в Канаде выполняются по автомобильным дорогам, поэтому здесь так много грузовиков или как их еще называют траков. И лишь 15% грузов перевозят по железным дорогам. Одна из крупнейших компаний, которая занимается производством дорожного покрытия – МакАсфальт. Именно здесь, в небольшой лаборатории на окраине Торонто, придумали, как поддерживать дороги в отличном состоянии. Один из них – теплый асфальт. С помощью специальной добавки температура асфальта снижается с привычных 180 до 120 градусов. Оказалось, что в таком случае покрытие на стыках соединяется гораздо легче и получается лучшая плотность асфальта. Уже прошло 5-7 зим с тех пор, как мы начали укладывать подобные дороги, и на них вы не найдете разъединений. У нас были даже такие проекты, когда с одной стороны мы укладывали горячую асфальтобетонную смесь, а с другой стороны – теплую. В итоге первая растрескалась на стыках, а теплая – нет. Причем обе дороги имеют одну и ту же структуру и были построены в одинаковых условиях. Привычный нам асфальт далеко не завезешь. Через два часа он станет уже твердой массой. Такой же теплый асфальт можно везти в течение 10 часов и уже потом выкладывать на дорогу. Неважно, скоростная это магистраль или сельская местность. Другой вид асфальта вообще холодный. В основном его используют, чтобы подлатать дорогу. Мешки с таким асфальтом в любом хозяйственном магазине. За несколько долларов можно самостоятельно выложить дорожку у себя на даче. Достаточно высыпать холодную смесь и утрамбовать ее. Компания Contato Associated была создана в 1995 году. И мы занялись продвижением новых технологий в строительстве, ремонтных дорожных покрытий. Значит, с 1997 года мы плотно работаем и получили эксклюзивные права от компании Мак Асфальт по продвижению технологии, которую они разработали, апробировали здесь. И компания Мак Асфальт на рынке уже более 40 лет. Значит, мы первоначально начали с довольно такой относительно простой технологии, которая называется холодный асфальт. Почему? Потому что эта технология не дает больших капитальных вложений. И практически можно делать этот холодный асфальт прямо на любом асфальтовом заводе. Этот продукт очень можно быстро внедрить. Мы уже внедрили на Украине, мы внедрили в Якутии, внедрили в Россию, в Казахстане. Что в этом деле? Мы только поставляем концентрат, а все остальное все делается из местных ингредиентов. Более того, если мы работаем с какой-то компанией, то эта компания автоматически получает эксклюзивные права, поэтому концентрат будет поставляться именно этой компанией, больше никому, чтобы сформировать рынок и чтобы сформировать бизнес в этом регионе. А дальше они распространяют по дилерской сети, как это делается во всем мире. Мы не просто поставляем технологию или концентрат, мы обучаем людей. Вот люди приезжают сюда, вот вы видите этот научно-исследовательский центр. Здесь они проходят стажировку, их обучают, они получают сертификат. И потом, имея вот этот сертификат, они приезжают, мы открываем лабораторию, точно, который повторяется здесь по оборудованию. И умея те навыки, которые есть тестирование, мы постоянно следим за контролем качества. Почему? Потому что в этом смысле контроль качества – это основной показатель продукта. И обязательно должны следовать тем нашим рекомендациям, которые выданы вот в этом научном центре. И мы гарантируем качество. Чем этот продукт великолепен? Это единственный продукт, который можно использовать в зимних условиях. То есть температура, когда становится меньше плюс 3, плюс 2, плюс 1, и уходит в зону отрицательных температур. Потому что существует сегодня и холодно-асфальт на водоэмульсионной основе. Но так как там присутствует вода, когда температура становится окружающей среды меньше, чем плюс 3, то начинает кристаллизоваться вода, она начинает просто замерзать. В данном случае этот продукт может работать как в Африке, так и в Якутии. Мы просто очень четко подбираем вот эту формулу, которая соответствует условиям температурным, всем остальным условиям. И подбираем под местные условия и под местные ингредиенты. Продукт этот можно пакетировать в мешки. Его можно как продавать как государственным структурам, так их можно продавать в розницу, как здесь продается в очень большой сети по Северной Америке. Это сеть магазинов строительных материалов, называется Home Depot. Практически мы ничего не меняем, мы ничего не придумываем. Мы просто берем опыт, который существует здесь, высокий уровень стандартизации в Канаде, и переносим его на тот рынок, только переводим все, что необходимо, переводим на русский язык. Остальное все повторяем. Зон температуры может быть от минус 30 до плюс 50. Но это условия как удобно людям работать. Уникальность производства холодного и теплого асфальта в том, что под него не надо строить новые или модернизировать старые заводы. Готовить асфальт можно по прежним технологиям, с той лишь разницей, что в него добавляется специальный концентрат и достаточно всего 200 граммов на тонну дорожной смеси. Используя все эти ноу-хау, мы строим в прямом смысле вечные дороги. Уверены, что они выдержат минимум 50 лет эксплуатации. Климат в Канаде схож с белорусским и российским, и от гололеда на дорогах спасаются теми же способами — обычной солью и песком. На самом деле соль никак не влияет на сами дороги. Она просто не позволяет образовываться льду, но не вредя асфальту. Это доказано многолетним опытом. Беда в другом — с приходом зимы на стыках дорожного покрытия можно заметить растяжение или сжатие швов, и как следствие образуются трещины. В принципе, такая проблема существует по всему миру. Мы боремся несколькими методами. Швы заливаем специальным клеем, который помогает стыкам не разъединяться. Кроме того, распыляем клей снизу, между слоями, перед тем, как мы укладываем дорожное покрытие. Огромная страна, а больше только Россия, омывается тремя океанами — Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым. На юге — большой географический сосед — США, с которым Канада делит самую длинную неохраняемую границу в мире. Это самый посещаемый участок. К нему привлекает большой шум. Так переводится с индейского языка «это чудо природы». За свою жизнь каждый канадец должен хоть раз встать на коньки и сыграть в хоккей, и побывать на Ниагарском водопаде. Каждую секунду с высоты 20-этажного дома падает почти 6 тысяч кубометров воды, а в ширину эта подкова — аж 800 метров. Его мощь покоряет с первого взгляда. Поэта Томаса Мура в начале 19 века водопад настолько поразил, что он посчитал, в английском языке определенно не хватит слов, чтобы описать все великолепие Ниагарского чуда. С тех пор это место паломничества женихов и невест. Ежегодно тысячи пар молодоженов проводят здесь медовый месяц. Не говоря уже о туристах, их количество исчисляется миллионами. Субтитры создавал DimaTorzok